Специально для официального фан-сообщества Assassin's Creed ВКонтакте. Также спасибо группе вселенной Assassin's Creed за поддержку. Хоть я и довольно часто упоминаю Юнону в своих роликах, все же я до сих пор не сделал видео о ней, а ведь она главный антагонист всей серии, так что давайте я это исправлю. Итак, в этом ролике я расскажу вам, кто такая Юнона, немного о ее биографии, проанализируем ее характер, поступки и планы на будущее, а также будут несколько интересных фактов и, конечно, итог. Ну что ж, Юнона это персонаж вселенной Assassin's Creed. Она в первый раз появляется в братстве, и с тех пор она играет роль антагониста в сюжете современности. Немного биографии. Юнона родилась в месте под названием Фиан в 22 веке эры Ису. Как и вам, мне это особо ничего не говорит, ибо о истории самой первой цивилизации известно очень мало. Юнона была ученым и работала вместе с Тиньей и Минервой. Огромное количество храмов, которые сохранились до нашего времени, были построены именно этими тремя Ису, когда искали способ остановить первую катастрофу. Юнона очень сильно изменилась во время войны людей Ису. На ней она потеряла отца, а в ходе эксперимента погиб ее муж Аито. Вы должны понять, что представители первой цивилизации живут очень долго, но они не очень продуктивно создают потомство. Поэтому каждая потеря с их стороны – это большой ущерб для всей расы. После всего этого Юнона решила прекратить войну и взять под свой контроль как людей, так и Ису. И ее мотивы весьма понятны, но Тиней и Минерва узнали о ее планах, поэтому заточили ее в Великий Храм. Что интересно, Юнона нашла способ спасти мир от катастрофы, но Минерва отказалась от этого способа, потому что таким образом Юнона освободится. И этот момент весьма непонятный. Неужели заточение Юнона стоило всех этих жертв? Неужели катастрофа Тоба – это меньшая из зол? Дальше начинается самое интересное. Юнона придумала план, который растянулся на десяток тысяч лет. Важную роль в него играл Дезамон Майлз. По сути, он был всего лишь марионеткой, которой управляла Юнона. И в итоге он отдал свою жизнь, чтобы спасти людей от очередной катастрофы. А Юнона стала свободной. Кстати, во время просмотра видеоотчета от команды Абстерго в Великом Храме можно заметить разные блики, характерные для частицы демо. Как объясняется в четвертой части, в этом моменте Юнона перенесла свое сознание в электронные приборы этих людей. А когда они подключились к интернету, она смогла попасть во всемирную сеть, в которой она до сих пор живет, в виде некого искусственного интеллекта. Теперь про характер. Мы точно не знаем, какой была Юнона до войны людей Ису. Но после смерти отца и мужа, она явно стала больше ненавидеть людей. Это можно понять из разговоров с Дезмондом, о ее взгляде свысока. Юнона довольно умна. И когда ей нужно, она может сделать тактический ход. Например, перемирие с тамплиерами, которые в обмен на ее знания могут дать ей новое тело. Конечно, для Юнона этот союз ничего не значит. И она при первой же возможности предаст своих союзников. Теперь в чем состоит план Юнона? Чего она хочет? Тут все просто. Ей нужно вернуть в старые времена. То есть сделать расу Ису главенствующей. Для этого ей, конечно, потребуется много частицы демо и преданных союзников в рядах людей. Пока что ничего конкретного не известно о ее плане. Но думаю, в следующей части все станет более понятным. Немного фактов. В конце откровения Дезмонд и его компания подходят к великому храму. Когда Билл открывает дверь, можно заметить силуэт женщины. Многие почему-то подумали, что это мать Деза. Но это всего лишь Юнона. Юнона обладает мощным интеллектом. Она буквально схватывает на лету. Это можно понять из сообщений к Дезмонду из третьей части. Она научилась писать, используя бинарный код, буквально за несколько часов. Хотя, возможно, таким интеллектом обладали все Ису. Интересное наблюдение. Юнона жила в великом храме. Это тюрьма. И она не могла выходить оттуда на большие расстояния. Максимум до выхода. Как в первом факте. Так как тогда Юнона появилась под Колизеем. И как она общалась с Коннором? Тут все просто. Это ее голограмма. Как Минерва во второй и третьей части. Записанная еще задолго до заточения в храме. То есть Юнона придумала свой план еще до катастрофы. Кстати, в храме, как вы понимаете, уже не голограмма. Да и ведет она себя иначе. Если в братстве она говорит свысока, то в третьей части она более мягкая, что ли. Довольно интересно. Знаете, я должен вам признаться кое в чем. Я до чертиков боюсь Юноны. Нет, я серьезно. Она очень криповая. Когда я смотрю на ее безжизненный рыбий взгляд, то мне становится очень некомфортно. А ее легкая улыбка это вовсе не улыбка. Она явно уверена в себе и смотрит на тебя, как простите на мусор. Но хватит о моих страхах. На самом деле я понимаю Юнону. Подумайте сами. Она последний представитель своей расы. И тут дело в выживании. Ведь это Иисус создали людей, которые намного слабее своих родителей. Но ведь сейчас именно людишки живут и размножаются. А первая цивилизация давно мертва. Почти мертва. Ну а Юнона хочет, чтобы все было как раньше. Будь вы на ее месте. Что бы вы сделали? Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь вам ролик понравился. А если это так, то вы можете, даже не знаю, поставить лайк и подписаться, например. Также не забудь о моей группе. Там много чего интересного. Ну а пока, до скорого, ребята. Субтитры подогнал «Симон»